В начале жители микрорайона Белые Столбы думали, что Назар Кропачёв выгуливает двоих детей. Но стоило тем, кто был в коляске, обернуться, а потом ещё и выпрыгнуть на землю. Знакомьтесь, это яванские макаки Сёма и Маша живут в Белых Столбах у семьи Кропачёвых уже несколько лет. Взяли их не прибыли ради, а просто потому, что и мама Светлана, и сын Назар, да и все остальные домочадцы – настоящие фанаты обезьян. Здесь даже все предметы интерьера так или иначе связаны с этими животными. Никакой дрессировки их не подвергали. Изначально появились как питомцы, члены семьи, младшие и любимые. Мы с ними занимались, они у нас росли, мы их воспитывали, приучали к одежде, научили кушать аккуратно, слушаться, гулять, относиться к людям. По-хорошему. Воспитание дало о себе знать. Девочка-макака Маша, например, очень гостеприимная, сразу идёт на руки и почти разговаривает. Говори, Маша, как тебе живёт-то, расскажи. С наступающим Новым Годом всех поздравить. Давай, молодец. Да, да, да. Перевожу. Поздравляю с Новым Годом. Желаю в следующем, в 2016-м, быть настоящим человеком. Это говорит вам обезьяна Маша. Её брат Семён, наоборот, менее охотно идёт к незнакомцам, но зато очень любит получать максимум внимания, выступать перед гостями. Причём, подчёркиваю, это не дрессура, а личное желание макаки. Ей даже вкусняшки за это не дают. Оценив такую артистичность, хозяева решили не ограничивать своих питомцев стенами собственного дома. И стали приглашать. Сначала навстречу гостей, пофотографироваться. Но мы не стали отказываться. Пару раз воспользовались такими приглашениями. А потом решили тогда уже расширить программу. Стали осваивать некоторые простейшие цирковые номера. Семён особенно хорошо исполняет то, что больше всего любят люди на корпоративах. Красиво, ставь. А, кстати, Назар, а они могут выпивать алкоголь? В принципе, могут. Могут на него даже подсесть и стать алкоголиками. Кстати, многие дрессировщики специально спаивают своих животных, чтобы им не легче было управлять. Но здесь настоящая семья. И обезьянок величают не иначе, как детьми. Те отвечают им взаимностью, целуют, обнимают и даже делают... Груминг. Груминг. Это что такое? Это вот когда они волосы перебирают. Это высшая степень заботы у них. В эти дни обезьяны на расхват. Зарабатывают себе на бананы и хозяевам на бутерброд с икрой. Чем меньше обезьяны, чем она популярнее, скажем так, нередкая порода, тем она дешевле. Ну, где-то, я не знаю, шимпанзе 1030-50- за час работы. Не дешево, но что делать? Это животное по Дарвину самое близкое к человеку. Вам не напоминает это плакат об этапах эволюции? Помните, когда из обезьяны получился человек? Но на самом деле, наступающий год обезьяны должны быть обязательно активным, очень ярким, необычным и умным. Таким же, как эти замечательные животные. Максим Беспалов, Анатолий Харламов, Олег Городничий, Новости 360.